всем привет с вами реанура прекрасного вам настроения так я решил в этой серии начать дело все с того что я хотел бы просто переделать да и поставить сюда еще один маяк маяка прожектор до который будет выполнять нас роли не прожектора именно роль аэро навигационного огня и для того чтобы это сделать мне сейчас нужно получается вот и нашел место до аккуратненько сейчас его убрал оттуда лишнее да для начала я вот создал каркас чтобы вот этот вот двигатель не отвалился у нас когда я буду устанавливать прожекторы так теперь я прожектор поставил сейчас мы его развернем только как нужно да к сожалению да нету в игре такой вещи как с интерьер на вот это вот освещение давно ставится только вам и наружу чтобы из источников освещения у нас только лишь прожектор и остается но разве что еще включенный маяк мне хочется именно чтобы пропускал и мы ведь ну как бы аэро навигационные огни и поэтому да мы ставим сюда именно прожектор теперь поставок прожектора установлен я могу спокойненько вот эти блоки по убирать и его сразу поставить установить вот и он сразу нас так засветился да и мы сразу знаешь что это тут сам прожектор так как я сейчас сразу все стороны прожектора уже переименовал да как видите теперь мы знаем так это у нас правый носовой вот радиус у него будет минимальный интенсивность у него будет минимальная его основная часть основная вернее цель это просто светить светить красным цветом прошу с правой стороны у нас как мы знаем с правой стороны у нас зеленый так тогда ничего страшного это дело поправимое заходим что называется и меняем красный зеленый причем наверно половину зеленого дам 128 до 127 зеленого место вот этот фолов параметр я честно говоря не особо понимаю так вот попробуем с таким фоловом посмотреть что вы как это выглядит да и попробуем изменить час фолов на так 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 ставаться всем оставляем евро фолов час сместить до единички честно говоря так и не понял на что-то сильно так влияет это то как раз разбрасывается свет все таки сильно светят а давайте попробуем еще и дать немножко еще меньше значения наверно даже 64 вот таким образом ну как-то тогда слегка пускай подсвечивает так совсем-совсем так и теперь такой же прожектор мы выставим на противоположной стороне как раз вот в это место мы его будем сейчас выставлять ай 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 пробахнулся ничего страшного элементы в процессе которые строительства уничтожаются элементарно то есть да не по ним буквально вот маленький такой маленькое движение и все и объекта считайте нет замыливать корабль спереди я пока еще не буду потому что являющего размышления где вы поставить еще трастров потому что трастров не все таки маловато вот так оставляем сюда тоже разворачиваю нужную сторону убираем мешающие нам объекты не участвуйте не участвующие в конструкции и запускаем наш еще один прожектор так он должен быть у нас красным то есть правильно вас все на самом деле их размещать не на на хвосте а на носу вот так я не залез так теперь поехали перемену увы spotlight левый носовой правильно размещать конечно навигационные огни именно с на носу а не на хвосте на хвосте размещается только один белый так интенсивность на минимум и светимость до 64 опять же сводим посмотрим как это будет выглядеть да такая легкая подсветочка больше нам не надо все таки не нравится с другой стороны зато она не меняет наружного освещения в принципе в принципе мы почти готовы к тому чтобы нет не бурить бурить мы сегодня не будем мы сегодня займемся такой вещи вот я вижу майнинг кореш у меня возникло такое подозрение за счет того что я достаточно так давайте сбросим наше значение до майнинг кореш как раз к нам приближается за счет того что я поставил трастеры да мне кажется достаточно быстро смогу сейчас догнать корабль этот мало того я смогу не только догнать за счет того что у меня четыре лапки этими четырьмя лапками я смогу захватить еще один корабль свое пользование причем достаточно просто и легко так вот крестик наводим на майнинг кореш отключаем дамперы были выключенных ладно для того чтобы нам не мешала скорость да сейчас разгонимся хорошенько к нему вот спокойненько долетим все и спокойно так вот таком режиме спокойно летим достаточно большой скоростью вот наш охотник но бурить их сажи кстати говоря тоже не буду потому что я не хочу ничего сделать повредить корабль и тогда и совсем не хочу моя задача будет его просто остановить и мне кажется что как раз таки мощности моих парковочных лапок и мощности моих вот новых движков должно как раз хватить чтобы спокойно инерционными дамперами то есть когда я включу припарковавшись кораблю чтобы спокойно остановил вот этот вот корабль который пролетает мимо уже 7 километров до него осталось что еще бы я хотел сказать я все-таки в раздумьях чего не хватает моему кораблю ну кстати говоря можете писать спасибо за помощь вот не кое-кто даже уже помогал я сейчас пишу серии к сожалению все на выходных вот и в течение недели их выкладываю потому что сейчас я очень-очень ограничен по времени ограничен из-за чего то есть мне сейчас приходится пробегать кучу мест чтобы оформить кучу-кучу документов чтобы наконец-таки у меня все сложилось с моей новой квартирой которая хочу взять в апотеку за счет того что я просто скинул часть продал свою квартиру не очень дорогую квартиру продал да и теперь нужно взять квартиру подороже но уже в городе краснодар они городе сочи ну в принципе что делать надо как-то обустраивается в жизни вот и из-за этого мне приходится сейчас оформлять кучу документов бегать то есть поэтому ребят я не могу нормально сейчас посвящать время каналу так и сейчас вот как раз подходит время что мы видим примерно как движется да и поэтому сейчас включают дамперы да вижу курс как движение корабля и выравниваю наши курс уже относительно новую а уф я нажал клавишу z зачем я это сделал что произошло из-за этого я нажал клавишу z что что это было клавиша z это отключение инерционных дамперов я всего лишь отключил и меня тут же все сломалось так ладно мы видим где наш майнинг корреш и теперь срочном порядке я потерять могу свой бур я не знаю что произошло абсолютно не понимаю что могло произойти поэтому сейчас я снова разгоняюсь в направлении последнем известном направлении где находился наш майнинг корреш на будущее я понимаю что теперь мне нужно будет включать обязательно биком даже если я просто улетаю то есть на корабле на котором я собираюсь что-то сделать я честно говоря вообще вне понимания того что могло произойти одно из подозрений которые у меня возникает это то что я вылетел за пределы карты с другой стороны насколько сколь мне известно да я не лечу сейчас каменка режу я лечу именно туда где последний раз он был а потому что это единственный возможный способ насколько я понимаю сейчас попытаться отыскать мой мой бур он не гораздо более ценен чем майнинг корреш и любом там было на месте лишь бы игра его сейчас не удалила и не убила я абсолютно не понимаю что сейчас произошло может быть потом на повторе видео это будет видно вот но на данный момент мне непонятно я всего лишь навсего еще раз повторюсь я нажал клавишу z я не нажимал мне клавишу не выйти никакие другие клавиши я не нажимал так ничего абсолютно пока не видно боюсь как бы игра действительно не удалила сейчас мой прекрасный бур который и так долго собирал течение всех этих серий ничего не видно на горизонте абсолютно все это печально я одиноко потерян в космосе я не вижу никакых намеков на то что где-то здесь находится мой корабль абсолютно никаких так ладно майнинг корреш летит туда курс его примерно туда давайте попробуем его разогнать его хотя бы хоть что нибудь не но это не неприятно когда такое происходит это вообще какие-то не знаю вещи крайне неприятные под меня удаляется с огромной скоростью где мои где мой бур тоже теперь непонятно такой отличный бур собрал что делать мне даже не знаю ладно что нибудь придумаю сейчас тогда догоняем наш крейсер еще раз да с каким-то интересным и очень неприятным багом такое подозрение что я просто столкнулся вот она и новое у меня просто что называется объяснение нет тому что могло произойти так по клавиши z до включается всего лишь дампер не более не более того друзья по идее должен был просто начать торможение и и все jetpack я не выходил из рубки поэтому jetpack никак не должен был сработать жесть это было очень некрасиво и не очень неприятно так что 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 нить видно нет я вижу его каким-то разрушенным то наводит меня на некоторые мысли на тему того нет все с ним в порядке принципе корабль как корабль ничего сверх естественного не вижу но мои шлюпки сожалению абсолютно рядом не видно но как минимум я вижу дверь но прежде чем подключиться к двери я наверное каким-нибудь образом подсоединю с каким-нибудь другому прибору попытаюсь найтись извне что у меня нет уверенности он прям такой уж и безопасный весь корабль как показывает практика это что-то типа данжев например я вижу прекрасный способ выпилить вот этот кусок участок не думаю что к нему что-то прикреплено кроме как так двигатель прикреплен этот к этому да тут то есть можно по идее рубиться уберем скорость что ж ты будешь делать еще пробуй догони давай и здесь сейчас пытаюсь подсоединиться к системам корабля так для этого нажимая клавишу кей и control панел я смотрю да тут есть пушка и и обязательно отключаю так реактор спотлайт в принципе ничего такого страшного я и дверь я сделаю открытой после этого принципе можно попытаться по новой постучаться зайти в корабль да пушка была верхняя может она меня сбила я не знаю не знаю что произошло будем считать что меня сбил пушкой так гравитации здесь нету до кокпита я опять не могу что-то достучаться до а нет 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 стой есть подозрение что я все таки могу достучаться до кокпита вот так мэнинг кэш включаем демперы да что-то поотваривалось но это нас не сильно интересует мне гораздо конечно больше интересует что случилось с нашим кораблем но мы получили другой большой корабль взамен очень большая перегрузка идет при активации давайте посмотрим что в нем есть в инвентаре значит уран магнит кобальт золото никель в реакторах есть пара маленьких реакторов которые не очень быстро работают и что-то есть даже ну короче это просто крейсер который приносил некоторое количество руды вот как это не печально конечно мэнинг кэриэш до кучи нам взял и отрубил полностью наши системы что-то произошло из-за чего пропала дрель наша вот такая вот печаль случилась только я не налагив красивой ничего значит наверное за кадром я восстановлю дрель возможно распилю крейсер а может быть использую что-то другое может быть как нет я все-таки буду если что-то делать то буду делать с нуля вот за кадром я все-таки распилю нашу создаем по новой дрель может быть сделаю ее несколько в ином варианте что-то короче говоря сделаю может быть что-то передумаю продумаю по ней вот и встретимся в следующей серии с вами был ранор пока-пока счастья вашему дому being continued да и да и да и а